Прежде всего, как вы там устроились в работе, все-таки такая перемена работы в последние годы нелегко приходилось из абсолютно закрытой, тихой работы перейти на работу, самую трудную в администрации президента, а потом еще и палата представителей. Это такие крутые повороты в жизни, что любому человеку мало не покажется, поэтому как работает, нормализовалась ли ситуация после выборов, палата представителей, как работает, все ли функционируют органы и системы. Ну, естественно, главный продукт законотворческая деятельность, законодательная деятельность, как здесь у нас дела обстоят, нужна ли какая-то помощь, поддержка, потому что очень много депутатов пришло в первый раз избраны. И, естественно, опыта работы парламентской нет, есть ли здесь какие-то проблемы. А также в плане обеспечения работы, как работает совет, как работает структура, которая обеспечивает размещение, как живут депутаты. У нас же дом построен, где депутаты во время работы живут, всем ли хватило места для проживания, может быть, с хозяйственной точки зрения, какие-то есть проблемы. И как вообще вы вот свежим глазом видите в будущем работу наших депутатов здесь в центре и на местах в том числе. Ну, и очень важно сейчас закрутить, раскрутить работу на международном уровне. Все-таки народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. Вы видите это и по работе наших сенаторов. Их, конечно, гораздо меньше. Я думаю, что в этом направлении надо действовать и в палате представителей. Товарищ президент, да, действительно, палата представителей в обновленном составе работает уже фактически пять месяцев. Все организационные вопросы, как вы и ставили задачи, решены. Я имею в виду те вопросы, которые связаны с обеспечением работы каждого депутата, начиная с его рабочего места. Вопросы, связанные с проживанием. Все депутаты в достойные условия сегодня живут и работают. Конечно, люди пришли новые. У нас из состава седьмого созыва было избрано 20 депутатов. 90 человек фактически новые. С разным опытом работы, с разным уровнем и юридической подготовки, и в целом с разными где-то подходами. Но все они, патриоты, работают на страну. На сегодняшний день в составе депутатского корпуса работают 73 мужчины, 37 женщины. 75 человек имеют опыт руководящей работы, руководителями, заместителями разного уровня, в том числе и руководством трудовыми коллективами. 10 депутатов имеют ученые степени и ученые звания. 70 депутатов представляют политические партии. То есть вот такой вот арифметический срез аналитически показывает, что избраны авторитетные люди, которые представляют свои регионы.